Я всех приветствую, меня зовут Мария Жаркова, в сегодняшнем видео пробуем вейкбординг. Был сноубординг, а теперь те же катания на доске, но уже на воде. На вейкборде до этого я кататься пробовала, но этим летом это была моя первая попытка. Я не брала в этот раз профессионального тренера, занималась с братом, который вейкбордингом увлекается. Поэтому смотрим тренировку, после нее, как всегда, поделюсь своими размышлениями. Начинаем с теории на суше относительно того, как правильно выходить из воды. Руки чуть-чуть расслаблены, но я держу фаб. Но ноги, руки ты берешь подальше немножко, но полусогнуты, ты их не выдернул. А спина, ну просто естественно. Да, ну спине тебе нужно прогнуться, по идее, когда прогнуться. А доска наполовину? Доска вот так у тебя стоит, вот так. Ты чем выше вот так сделать, тем больше сопротивления, тем легче тебе выскочить. Тебе надо создать волну, потом на нее заскочить. И отсюда, куда у меня начинает меня тянуть, вперед. Да, вот, вода накатывает, 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 накатывает. И в нужный момент полует. Да. Руками тянешься, ногами толкаешься. Ага. И выполнив. Так, вот у меня начинает. Да, 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 вода пошла. И сразу выскочить волну. Самое время применить теорию на практике. Лодка начинает движение, вы чувствуете сопротивление. В этот момент очень важно поймать баланс, не завалиться ни вперед, ни назад. Достать себя из воды и повернуть ведущую ногу вперед. Используя вес тела, перемещаясь с пятки на носок, переходим через волну, перемещаемся вправо, влево. Все получается далеко не каждый раз, но всегда можно начать заново. Пробуем делать разворот на 180 градусов и здесь главное не медлить. Потому что если задержитесь в промежуточном положении на двух ногах, скорее всего упадете. У меня все те же ошибки, что и в сноуборде. Я вес преимущественно переношу на заднюю ногу, поэтому вы так не делайте, а я буду переучиваться. Продолжение следует... Я хоть и медленно, но попробовала сделать переход сразу через две волны. Тоже считается, поэтому мини-достижение. Что ж, это была тренировка на вейкборде. После нее болели руки, болела спина, но это очень крутой вид спорта. Я много раз каталась на водных лыжах, они даются мне гораздо проще, но соответственно уже стало скучновато, захотелось чего-то нового. Для тех, кто пробует вейкборд или водные лыжи впервые, будьте готовы, что с ним все может получиться с первого раза. Пытайтесь, пробуйте, тут главное не сдаваться. Когда поймете технику и как себя доставать из воды, все получится, это 100%. Из того, что еще хотела сказать, да, вид спорт не дешевый. Мне повезло, у меня брат увлекается вейкбордом, у него есть своя доска, папа увлекается отдыхом на реке и рыбалкой, у него есть своя лодка. Все совместилось, Маша поехала. А вот для тех, у кого таких возможностей нет, я погуглила, у нас в Перми аренда лодки и всего необходимого снаряжения 4800, я нашла цену за 2 часа. Не дешево, но обязательно попробуйте, если поймете, что ваше понравится, будьте заниматься. Попробовать стоит по травмоопасности. Можно прилично удариться о воду, но не более опасный вид спорта, чем любой другой. Поэтому занимайтесь, успевайте наслаждаться летом, в комментариях пишите, чем увлекаетесь и куда бы мне еще сходить, что снять для вас. Благодарю вас, что вы смотрели это видео, как всегда, очень приятно и до новых встреч. Меня это не смущает. Меня это не смущает.